Карабах Президент Алиев, господин президент, добро пожаловать на Евроньюз. Спасибо за ваш прием. Давайте начнем с Нагорного Карабаха. Каковы по вашему шансы мирного урегулирования конфликта? С этим у нас связаны большие надежды, поскольку процесс, длящийся уже не один год, должен привести именно к мирному разрешению. Но, разумеется, это будет зависеть от готовности Армении соответствовать международным правовым нормам, вывести свои войска с международно признанных территорий Азербайджана, и тогда может быть установлен мир. Если я правильно понимаю, вы скорее настроены оптимистично. Скажу вам лишь, что предложения посредников основываются на восстановлении территориальной целостности Азербайджана, на выводе армянских войск со всех оккупированных территорий, в том числе за административными границами Нагорного Карабаха, на возвращении внутренне перемещенных азербайджанцев на эти земли и открытии всех линий коммуникаций. В прессе порой приводится ваше высказывание, согласно которым, если армянская сторона не выведет свои войска из семи занимаемых ими сейчас районов Азербайджана и не вернет их вам, то Баку готов вернуть эти земли военным путем. По-прежнему ли вы придерживаетесь этой позиции? Как я уже упоминал, это основополагающее право Азербайджана, предоставленное нам международными организациями, в том числе объединенными нациями. Мы не можем позволить, чтобы конфликт находился в таком замороженном состоянии еще 15 лет. Он заморожен уже 16? Разумеется, и этому должен быть положен конец. Мы хотим положить этому конец мирными средствами, и мы работаем в этом направлении. Но в то же самое время и у нашего терпения есть пределы. Надеюсь, что уже достигнутые базовые соглашения, и то, что мы планируем согласовать в течение нынешнего года, все это положит конец конфликту, и на Кавказ придет мир. Окончательный статус Нагорного Карабаха. Возможно ли уступки в этом отношении? Азербайджан никогда не согласен с Нагорного Карабаха. Азербайджан никогда не согласится на независимость Нагорного Карабаха, и не примет никаких механизмов или процедур, способных потенциально привести к его отделению. Одним из решений может быть временный статус области. Мы все живем бок о бок. У нас проживают армяне, в Армении есть азербайджанцы, так что в прошлом здесь не было проблем. Так что примирение просто необходимо. И после этого, разумеется, могут начаться контакты, и мы посмотрим, каков может быть окончательный статус Нагорного Карабаха. Хотя сейчас пока рано говорить о каком-то соглашении между Турцией и Арменией, но как, по-вашему, турецко-армянское примирение могло бы сказаться на разрешении Нагорно-Карабахского конфликта? Что это для вас новая возможность или угроза? Нас заботит то, что если это произойдет без привязки к прогрессу вокруг Нагорного Карабаха, то тогда шансы на мирное урегулирование там будут ослаблены. Как быть тогда? По нашему мнению, это приведет лишь к дополнительным сложностям в регионе. Соответственно, я считаю, что перед нами сейчас открывается уникальная возможность. На фоне идущего сейчас турецко-армянского процесса. Мы подошли к завершающей стадии в переговорах между Арменией и Азербайджаном. Так давайте же совместим энергию двух этих процессов, чтобы ни одна страна в регионе не считала бы себя забытой. Не думала бы, что ее национальные интересы игнорируются, потому что в таком случае напряжение неизбежно. В вашей стране была установлена первая демократическая республика в мусульманском мире, до того, как Азербайджан был силой включен в состав СССР. Что вы ответите тем, кто говорит, что вы управляете страной, как постсоветской диктатурой? Такого рода выражения для нас оскорбительны. Порой мы становимся мишенью совершенно неоправданных, чрезвычайно пристрастных критических нападок, будь то в международных СМИ или в так называемых международных правозащитных группах. Все эти попытки представить Азербайджан как недемократическую страну абсолютно неприемлемы. Мы понимаем, что по мере того, как растет значимость Азербайджана, будут ножицы и попытки повлиять на Азербайджан со всех сторон света. А как тогда быть с утверждениями, что оппозиция в Азербайджане лишена реального политического шанса, и вы лишаете слова мнудних ваших оппонентов? Ну, здесь слово за народом. Не наша вина, если в Азербайджане слабая оппозиция. И я даже могу вам сказать, почему оппозиция сейчас находится в таком катастрофическом состоянии. Потому что народ Азербайджана живет все лучше и лучше. В кризисном 2009 году наша экономика выросла на 9,3%, промышленность на 8,6%. Инфляция составила лишь 1,5%, и валютные запасы достигли 20,4 миллиарда долларов. Что может дать оппозиция в таких обстоятельствах? Только критиковать? Что ж, они и так этим занимаются день ото дня, и мы не возражаем. Но на конституционном референдуме в марте 2009-го было отменено ограничение на число президентских мандатов. Вы хотите оставаться у власти бесконечно? Знаете, это не было сделано по каким-то личным причинам. Такая практика существует во многих странах. В демократических нет. Ну, смотря где. Если, например, номинальным главой государства является король, а премьер-министр может избираться хоть пять раз подряд, это не сильно отличается от нашей ситуации. Посмотрите на европейские страны, вы увидите. А вы, частым, себя королем не считаете? Нет, нет. Я считаю себя главой исполнительной власти. В случае ваших стран это премьер-министр, который может быть избран много раз. Почему тогда народ должен быть лишен этого права? Если у них есть выбор, если есть возможность выбирать... Если. Они могут выбирать, кого хотят. А потом демократический процесс в Азербайджане идет весьма активно. И потом мы же не вмешиваемся во внутренние дела ваших стран. Хотя есть очень многое, что нам не может нравиться, против чего мы могли бы возразить или исчезть смехотворно. Но мы же не говорим об этом. Например? Именно. Мы ничего не говорим. И ведем себя чрезвычайно деликатно. Внутренние проблемы страны, ее традиции, ее история, политическая система, ее отношение к лидерам нации, нужно оставить народу страны, ему решать. Да, но Азербайджан член Совета Европы. Если кто-то, если кто-то хочет воспользоваться критериями демократии для достижения своих целей, мы этого не допустим. Продолжение следует... Спасибо. Продолжение следует...